Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. Сегодня мы обсудим причины, по которым вам возможно пригодится диктофон. Это может быть диктофон, купленный отдельно, и это может быть диктофон, который встроен в ваш телефон. Здесь не будет рекламы какого-то конкретного бренда, поэтому давайте думать. Казалось бы, зачем тебе вообще нужен диктофон, если ты не работаешь с журналистом, который берет интервью у людей? Но он нужен, потому что наша жизнь в нашей стране складывается так, что если ты находишься где-то без диктофона, то ты в заведомо проигрышном положении, мой друг. Как минимум, потому что диктофон может помочь избежать пары проблем, а точнее пять причин, по которым он нужен. Подписывайся на Блог Дальневосточника. Мы начинаем. Первая причина. Используй диктофон в качестве дневника. Если ты ленишься вести дневник, но всегда хотел это сделать, то используй его вместо записной книжки или документа. Такой формат удобен по ряду причин. Например, не потребуется искать ручку, чтобы записать гениальную мысль. Просто достаешь диктофон, записываешь и радуешься. Запись – это всегда оперативно. Кстати, можно такое же сделать голосовые сообщения сам себе. Но это так, для самых продвинутых. И такие аудиозаписи удобно хранить, потому что они весят немного. Это совсем не кипы бумаг, которые будут разбросаны по столу в том случае, если ты захочешь вести дневник старым способом. Вторая причина – это гарант договоренностей. Я рекомендую вести запись любого делового важного разговора, который может касаться денег. Конечно, партнерам или коллегам может даже не понравиться, что ты их записываешь. Кстати, об этом лучше предупредить. Но еще меньше понравится, если они или ты не выполнят свои обязательства. А вместо доказательств их невыполнения, у тебя будут лишь пустые слова, которые остались в памяти, а не на листке бумаги. Возможно, запись не всегда имеет юридическую силу, но тем не менее, она может быть гарантом договоренностей того или иного уровня. И такой гарант вполне тебе удобен. Третья причина пользоваться диктофоном – это то, что он является твоей помощью для развития ораторского мастерства. С помощью диктофона можно развивать свои ораторские навыки. Например, твоя речь может в голове звучать просто замечательно, но ты воспринимаешь свой голос с искажениями, а другие люди слышат его иначе. И это может отличаться от того, что слышишь ты. Поэтому очень важно тренировать мастерство публичного выступления с диктофоном. С его помощью ты можешь адекватно воспринять свои ошибки, баги, сбитый темп речи и так далее. И такая запись наглядно демонстрирует, где ты оплошал. А значит, исправить можно все, что угодно. Четвертая причина – это лайфхак для твоей дырявой головы, чтобы ты ничего не забыл. Добавим еще одно полезное применение. Ты можешь записывать на него какие-то лекции, важные разговоры, списки продуктов, которые можно купить к праздникам. Диктофон может стать частью твоей памяти, которая освободит твой мозг от лишней нагрузки. Вообще, быстрый темп жизни, который сейчас у нас есть, располагает к такому способу запоминания. Когда в твоей голове информационная перегруженность, то нужно запоминать бытовые вещи, которые просто необходимы для функционирования. И диктофон в таких случаях спасает. И, пожалуй, самый главный, наверное, повод использовать диктофон – это то, что он может тебе пригодиться при каких-то обвинениях в суде. Опять же, запись можно подделать, поэтому с серьезным доводом в суде она может и не быть. С другой стороны, она может помочь своему адвокату или следователю разобраться в деле. Диктофонную запись нередко используют журналисты в качестве довода в пользу того или иного материала. Поэтому, да, диктофон – это не блажь, а необходимость, которая может тебя спасти. Проверено сотнями людей. Один из блогеров по имени Иоганн Себастьян также считает, что с диктофоном можно защититься от обвинения в изнасиловании или в каких-то домогательствах, особенно в современных условиях. Так, например, он считает, что такое явление, как шуригинг, ну, в честь известной шуригины, мог бы уменьшиться, если бы мы записывали на диктофон, а лучше снимали на камеру. Поэтому, друзья, используйте его. Если честно, я сам иногда жалею о том, что его не использовал, или какую-то камеру GoPro небольшую, пусть даже плохого качества, но в том же университете или в школе, или на прошлой работе, она бы мне пригодилась. Я думаю, что нужно ввести какие-то записи, даже, возможно, что-то не обнародовать. Но пусть они будут при вас пригодиться. Уж поверьте. Даже если бы у меня сейчас были некоторые записи, возможно, бы я их в этом блоге опубликовал, что привело к подрыву большого количества жоп на Дальнем Востоке. Особенно в Владивостоке, наверное, и в Хабаровске. Ну, ладно, друзья. Еще раз, вот были пять причин, по которым вам нужен диктофон. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.